Повестка очередного 30-го заседания Тверской городской думы, состоявшегося в пятницу, включала 10 вопросов. Первые два без преувеличения стали центральными. Для начала народным избранникам предстояло рассмотреть предложение о переменовании Советской площади. Два уважаемых в Твери общественных объединения, Совет общества Михаила Тверского и Городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, одновременно выступили с инициативой о присвоении ей имени небесного покровителя Верхнего Лужья, святого благоверного князя Михаила Ярославича. Общественников поддержал глава города Алексей Огоньков. В Твери нет святого более почитаемого, чем благоверный князь Михаил Ярославович. Ему жители Твери верили свой город как небесному покровителю и заступнику. Реликвии, связанные с ним, хранятся во многих тверских храмах. У депутатов инициатива особых возражений не вызвала. Большинством голосов предложение переименовать Советскую площадь в площадь Михаила Тверского было одобрено. Следующий вопрос, также касавшийся сферы топонимики, вызвал более оживленную дискуссию. Речь зашла о переименовании улицы Володарского. Общественная палата РФ, Российский фонд мира и Российский книжный союз предложили присвоить ей имя Андрея Деметьева. Прославленный поэт искренне любил Тверь. Часто здесь бывал, особенно в последние годы, напомнила член общественной палаты Елена Сутурмина. Благодаря ему в Твери появился уникальный конкурс молодых поэтов «Зеленый листок». Я его лично много лет знала и могу сказать, что он с особой нежностью, теплотой говорил о Твериках, о Волге, о Твери. И, конечно, много сделал для своего города. Это первый в России дом поэзии, который действительно стал таким центром притяжения для младых поэтов, для известных деятелей культуры. Ставить под сомнение заслуги Андрея Деметьева никто из депутатов не стал. Вместе с тем частью думцев выразила беспокоенность относительно возможных негативных последствий, с которыми придется столкнуться с жителем улицы. Кто возьмет на себя расходы по замене адресных аншлагов, резонно спрашивали народные избранники. Не возникнут ли трудности у жителей, планирующих приватизировать или продать жилье. Представители администрации твердо заверили собравшихся. Никаких дополнительных затрат граждане не понесут. Никак не лягут эти расходы на именно жителей этой улицы. И все эти вопросы финансовые будут решены централизованно администрацией и из внебюджетных средств. Подискутировав, народные избранники вынесли вопрос на открытое поименное голосование. В результате предложение о переименовании улицы Владарского в улицу Деметьева было поддержано. Глава Твери Алексей Гоньков приветствовал решение депутатов. Мне кажется, мы выходим на новый уровень таких отношений и с Думой, и с нашими горожанами. Это тот тренд, который позволит нам говорить об истории, которую формируем мы сами. Потому что мы знаем Андрея Деметьева не по каким-то рассказам. Это был наш современник, наш очень известный человек. Это бренд нашего города. И я считаю, что, еще раз повторюсь, что я благодарен Думе за то, что она поддержала вот это мое предложение. С главой города оказались солидарные представители руководства области. Переименование улицы Владарского в улицу Деметьева – это не только признание заслуг знаменитого уроженца Твери, но и дополнительность ему к развитию туристической отрасли, отметил заместитель председателя регионального правительства Андрей Белоцерковский. У нас есть и другие выдающиеся деятели культуры, искусства, образования, которые вообще-то заслуживают того, чтобы их память прославлялась в названиях улиц нашего города. Поэтому, в принципе, надо, конечно, этот процесс продолжать. В ходе заседания также было озвучено предложение о создании премии имени Андрея Деметьева. По мнению собравшихся, она не только будет способствовать популяризации творчества известного поэта-песенника, но и станет серьезным инструментом поддержки молодых литературных дарований. Денис Ренов, Виталий Осипов, ТВ Тверь.